Девушки отдыхают Бабки, поднятые на самогоне и канадском виске, мы вложили в новые предприятия. Часть из них легальные. Строительство, рестораны, перевозки, казино. Мы вкладывались во все. Во все, кроме наркоты. К 35-му дела пошли в гору. Денег было много, они текли рекой. У меня были жена и дочь. Сэм управлял клубом Дона. Даже у Поли был кое-какой бизнес. Он не то чтобы был счастлив. Скорее, типа... Доволен. Да. Наверное. И Сальери начинает усиленно думать, как теперь выйти из тени Морелла. Заиметь своих копов, своих политиков. Интересно. Думаешь, Сальери подкупал политиков в 34-м? Возможно. А что? Несколько лет назад полиция нравов взяла судью за растление малолетки. В камере судья здорово разговорился, хотел пойти на сделку со следствием. Признался, что брал взятки и от Морелла, и от твоего Сальери. Пытался их друг с другом стравить, но... Морелла, узнав об этом, пригрозил заживо закопать его детей на пляже. Господи. Так вот в чем дело. Ты о чем? Морелла часто переходил нам путь, но не доводил дело до настоящей войны. А когда у Сальери появились свои тузы, Морелла начал соображать. И в 35-м врезал по нам изо всех сил. Продолжение следует...